Иди сюда, иди, иди ко мне, иди ко мне, иди сюда, иди, давай, 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 давай. Ой, сколько, сколько ему годик, на меня вообще не обращал внимания. А это что со мною, что-то происходит, да, что-то происходит с Костенькой, ласки, а с моей комнатой не выходит, она просто не горячая спит. Боже, как же вы меня все задолбали, как же вы меня все замучили. Ой, ребята, как же сложно, это, ой, не заводите, не заводите много животных. Я понимаю, что это наша слабость, ну, это тем кошатникам. Ну, как же это сложно, уделяйте внимание. Ну, одно дело покормить, понимаете, одно дело покормить. А второе дело, все-таки надо уделить внимание, погладить, за ушком почесать, ушки почистить, носик, если у кого-то чихие, закапать. Ушки закапать, расчесать, вычесать. Боже мой, боже мой. Вот летом они как бурьян. Сами себе, тра, тра, да, да, да. Девочки, смотрите, мне многие мои близкие подписчицы, которым я могу смело назвать подругами, за меня переживают. Потому что, говорит Наташа, они меня Натаня называют. Натаня с легкой руки, очень много ненавистных женщин тебя смотрит, это видно по комментариям. И я вчера много удалила, побанила людей с оскорблениями, с разных сторон. Успевала, успевала я банить при всей моей занятости, потому что на айфоне пи-пи-пи-пи-пи-пи. Потому что я понимала, что будет много разногласий по поводу мовы, да. Ну, я удаляла и банила тех, где идет, приходились на личности, там, что я тупая, в общем, необразованная. Смотрите, я хочу, вот, давайте так сейчас, я просто хочу пару слов сказать. И, наверное, больше эту тему не буду понимать, потому что мои подруги за меня переживают. Потому что сейчас легко, охота на ведьм идет, и могут легко записать коллаборанты. Смотрите, я проживаю еще в Украине, намагаюсь спілкуватись с украинской мовой зараз, намагаюсь ее вивчать, и, мабуть, я буду читать верши и книжки на украинской мове для себя, да, чтобы пришли наши хлопцы после войны, и чтобы был мир, да, в наших местах. Теперь на русском. Смотрите, все, кто мои одногодки. Я 70-го года рождения. В 77-м году я пошла в первый класс. Я всю жизнь проживаю в городе Днепр, поселок Рыбас, Брыбальск. Я пошла в 109-ю школу. Одноклассники, кто меня смотрит, я знаю, что есть некоторые, которые меня смотрят. К сожалению, они, многие живут, кто в России, кто в Луганске. Много, да, кто уехал в Германию, потому что у нас была здесь немецкая колония, поселение немцев и поляк. Вот именно здесь поселок Рыбальск. Значит, в 77-м году я поступила в 109-ю школу. Школа у нас была на русском языке. До 4-го класса украинский язык мы не изучали. 4-го класса у нас было два раза в неделю украинская мова и украинская литература. Это был вторник и пятница. Преподаватель украинского языка и литературы наша любимая Лидия Тихоновна. Слава Богу, она еще жива, представляете? Она еще жива и может подтвердить, да? Любовь Трофимовна преподаватель русского языка. Любовь Трофимовна была нелюбимым нашим учителем, потому что она была к нам несправедлива. Она не доносила нам предмет, не доносила нам правила. И была очень хамовитая и грубоватая женщина. А Лидия Тихоновна, преподаватель украинского языка и литературы, вот она нам делала приклад, як русиська мова. И вот она правила нам рассказывала, вот она украинскую мову нам объясняла и попутно, попутно правила русского языка. Вот склонения, падежи, в общем, очень интересно подавался предмет. Особенно литература, да? Я помню, никогда не забуду, как она диктовала нам диктант. И, по-моему, пятый класс это был. Только мы начали изучать украинскую мову. Спилкувалась я здесь на Суржике, потому что бабушка полячка, дед коренной из Днепра, село Васильковка, на русском спилкувался. Мама на русском, папа на русском. В общем, смешение такое у меня было этих языков. Непонятно на каком, кто еще шубила русский, понимаете? Непонятно на каком языке я говорила. И никогда не забуду, Кредя Тихоновна, допустим, Люды Ро, блядь, Кома. И я помню, знаете, Ро, а, блядь, я перенесла. Так смеялись, она так это все шутила. И она скажет, Кома, ну это запятая. И я пишу, Кома. Но так многие из нас поступали, потому что для нас это было, знаете как, мы только-только начинали его учить. И так это было до восьмого класса. Потом девятый, десятый, десять классом мы заканчивали, а не одиннадцать. Как-то сошло все на нет, на нет, на нет. И только один раз была украинская мова, один предмет был. Это в том плане, кто мне много вчера написал, ты врешь, ты врешь, ты врешь. Смотрите, еще раз, семьдесят седьмой год. Школу я закончила восемьдесят пятый, шестой, я не помню, я уже не помню. Вот, вот, как раз вот еще, смотрите, закончился на мне комсомол. Да, молодая девушка. Началась перестройка. Успели, слава богу, поступить очень многие на бюджет. Такого не было понятия, чтобы платили деньги. Вот не было, чтобы коммерческий курс. Все. Шолл сдавал экзамены. Сдал экзамены, поступил в институт. Не сдал экзамены, ты никуда не поступил. Ни за деньги, ни за что. Конечно, были потом нюансы. Это всем понятно, потому что, когда были сессии, необходимо было как-то их сдавать. У нас много было девочек из села, украиномолных, на украинском языке. Вот, у них, как в селах, вот, не такое было преподавание вообще предметов, и они очень сильно отставали. Но у них были большие привилегии, если человек из села, поблажки были, и им ставили на экзаменах на поступительных, не тройки, а четверки, чтобы больше людей задействовать из сельской местности. Так работала политика, да. И, конечно же, я вот не помню финансовых вложений, я только помню, это ни для кого не секрет, что все, в основном, кто жил в селе, кабанчиками, родители зарежут, мяско, но вы сами меня все понимаете. Это не коррупция, наверное, была, это было тупое взяточничество. Вот, но, тем не менее, все равно, сессии сдавались, люди учились, и я не могу сказать, что выходили с институтом необразованные люди, все нормально, потому что было стремление к учебе, было, чтобы вырваться, вырваться хоть немножко из этого, знаете, вот болота. В каком плане? Беднота, беднота, понимаете, Советский Союз, перестройка, дефицит, ничего нету, хорошо, все, пережили перестройку. В 86-м году она началась, начались 90-е годы, и что началось в 90-е годы? Все, развал, да, Советского Союза, тоже на наше поколение это все пришло. Потом, 91-й, стали все республики самостийные, тоже становление личности, мне 21 год, да, становление, тут только получаешь образование, ну да, я вышла замуж, уже у меня был первый ребенок, и получается, что тут только жить и на работу устраиваться, для меня открыты дороги, театры, кино, все, пожалуйста, живи, нет, 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 театры закрыты, театры позакрывались, кинотеатры, все это неприбыльно открылись. Помните, видеосалоны? Как-то семьями мы все прожили, самостийная Украина, ну, самостийная Украина и самостийная. Был Черновол, был Кравчук, между ними были какие-то схватки, мы никто в этой политике не купались, мы знали, что доллар 4 гривны, 3.20 был 3, потом 4, жизнь прекрасна. Кто зарабатывал, кто мог устроиться на бюджет, на бюджетной организации, вот как я работала в бюджетной организации, у меня было, сейчас я вам скажу, где-то около зарплата были купоны, что-то, короче, помните, миллионы начались. В общем, если это перевести на доллар, это было 300 долларов, это вот так вот тогда было, вот так. Мы, по-моему, получали зарплату, помните, девочки в Украине, 4 миллиона, 6 миллионов, ну, это какой-то был кошмар. Ну, слава богу, эти миллионы были недолго, потом перешли на тысячи, зарплата какие-то там тысячи, 15-20 тысяч, тоже какие-то вот эти вот купоны, это было ужасно, это было просто ужасно. Вот, опять, наше становление личности, да, проживая в городе Днепр, русскоязычное общество, в каком плане, что, ну, когда я приезжала к сестре в Западную Украину, я уже вам говорила, для меня это была, ну, я понимала, что это одна страна, но, ну, но все по-другому. Ну, культура, украинская, украинская мова, спевучая, для меня это был, ну, другой свит, понимаете? Очень много написали, ты врешь, ты врешь, ты врешь, ты врешь. Вот краткая история становления личности. Октябрёнок, пионерок, уже не комсомолка, уже в перестройке, уже в самостейной Украине. Страшнейшие девяностые, страшнейшие девяностые, голод и холод. Мне многие могут сказать, что кто хотел, тот и жил. Мы знаем, как они хотели и как они жили. Очень много людей в девяностых было становление. Очень мало получилось порядочным путём. В основном, какие девяностые, все мы знаем. Потом пресса, свободная, вот это вот, свобода слова, демократия. Для нас это было в новинку, для меня свобода слова. Вы помните, кто помнит спидинфо? Это же просто ужас. Я говорю, бабушка, я пришла, наслушалась лекции, бабушка. У нас демократия, вот посмотри, что только не пишут. А сейчас можно об этом говорить. Секса у нас никогда в Советском Союзе не было. И тут, о боги, девяносто первый, девяносто второй год у нас в стране появился секс. Да вы что? У нас президент Кучма, потом там был Горбачёв, потом пришёл Ельцин. И всё равно мы смотрели российские новости, мы считали, не то, что мы считали президентом Ельцина, но вся политика шла оттуда. Как там попляшут, как там скажут. И тут всё равно прислушивались, как всегда говорили, старшему брату. И я бабушке зачитывала спидинфо и заголовки. Девочки, кто помнит спидинфо? Первые номера. Как перестать стать? Я бабушке зачитала. И моя бабуся, моя бабуся, она мне сказала, Натаня, тху, геть. Весь век я прожила, такого не знаю, как воно робиться. Понимаете, громенькие такие заголовки. И всё ниже резинки трусов, чтобы не повторяться. И это всё молодым человеком, молодой женщиной, и вами, молодыми людьми, это всё впитывалось. Демократия. С чем её едят? На какой хлеб её мажут? Идёт перестройка в институте. Марксизм, ленинизм всё равно преподаётся. Не нонсенс ли это? Марксизм, ленинизм, победа коммунизма неизбежна, потому что она верна. Предметы не убрали с этих, с курсов. Сколько всего этого было? Ну разве я вру? Разве я вру? Мы не понимали, ну как самостина. Вспомните, как наши бабушки, наши люди, даже не бабушки, а вот наши родители. Распад Советского Союза, распад Советского Союза. Ну распад Советского Союза. Люди потеряли рабочие места, люди потеряли работу. Безработные, все стоят на рынках, торгуют всем, чем попало. Иду, помню я, мы тогда с мужем неплохо жили, он занимался ювелиркой и сапожным делом. Идем, у нас деньги были, и стоит преподаватель математики моя и торгует, торгует книжками. И сколько таких преподавателей, потому что закрывались, как раз была перестройка вот этих вот всех учебных заведений на коммерческой основе. И, в общем, это было так ужасно. Ну разве я вру? Потом мы начали рожать детей, да, и шли в роддом в девяносто первый год. И я сейчас никогда не забуду, мне надо было приготовить четыре тысячи на роды. Это была колоссальная сумма. Можно было, конечно, не платить, но у меня был страх после потери первого ребенка. У меня был страх, и Игорь с мамой нашклебле эти деньги, Игорь без работы. Мама, это девяносто четвертый год, мама без работы, все без работы. Но мама была недолго без работы, там она где-то перебивалась. А она молодая женщина, ей сорок три года, когда рождается моя Людмилка. Молодая, молодая, понимаете? Я еще тоже, мне 23 года, Игорю 25, и мы безработные, рожаем ребенка, готовим четыре тысячи. Разве это неправда? Хорошо, все идет, потом ребеночек мой подрастает, у меня трагедия в жизни случается. Вы тоже живете в этом социуме, в этом мире. Получается так, что идем дальше, дальше. Кто все, немножечко вроде наладилось, кто идет дальше учиться, кто открывает свой бизнес, прогорает, опять идет. Девяностое, слава богу, закончилось. Открываются рестораны, открываются кафе, открываются театры. Самостийная Украина. Но мы все равно не знаем, что с этим делать. Мы просто живем. Мы просто живем. Работы нет. Мы самостийно, но работы нет. У меня в Днепре работы полно, потому что большой город. Возьмите дальше маленькие города. Новомосковск, Днепродзержинск, все в Днепр, в Киев, в Донецк, в большие города. Да, большие города, да. Едут люди работать, не устраивать. Наши города уже не умещают, уже нет этой такой потребности в рабочей силе, потому что много людей. И мы, коренные жители города Днепра, нашу работу обесценивают. Работодатель, что делает, который держит заводы? Обесценивают нашу работу, и копейки нам оплачивается. Почему? Потому что у нас много рабочих рук, рабочей силы. Уйдешь ты, на твое место пять человек придет. Это касается, кто сидел в офисах, на телевидениях, в театрах, на заводах, на фабриках, на рынках. Так было. Так. Что делает наш украинский народ? Заполонили, помните, девяностые, как начали в окно в Польшу прорывать? Что мы туда только не возили? И колбасы, и велосипеды, и игрушки. Вот это же там было. И мой муж ездил. И вот начались двухтысячные. Пол Украины, Италия, Германия, Израиль. В основном Польша, Венгрия, Словакия. Люди, люди работают. Особенно вот в Западной Украине. И у них там же ж близко все. И поехал на работу. Три месяца там, неделю дома. Италия. Полгода там, месяц дома. Вся Украина где работала? Где работала вся Украина? И разве я вру? И разве я вру? И вот, о! Мне 36 лет. У меня прекрасная работа. Работа мечты. Я работаю на телевидении. Это прекрасно. Набиваюсь каких-то результатов. Мне все нравится. София, ты все. С моей харизмой, с моим артистизмом случается дефолт. И 14-й год. Майдан. Майдан. Первый. Нет, сколько было? 34 года мне было. Первый Майдан. Нет, 2004-й. Прошу прощения. Первый Майдан. 2008-й. Дефолт. 2014-й. Все вы знаете историю. И 2022-й. Февраль. Но разве я вру? И мои подружки за меня волнуются, что меня могут записать коллаборанты. Разве это так? Разве я говорю какую-то неправду? Я проживаю еще в городе Днепр. В Украине. Вот я вам рассказала краткое содержание очень многих лет. Я сейчас не про мову. Бог с ней. Это государственный наш язык. Было бы смешно, чтобы мы ее не знали. И мы и не спелкувались о нашей спевучей мове. А вот сейчас, если 90-е было понятно, голод, холод, страна в перестройке, там бандиты, здесь мы. Нормальные люди, которые ничего плохого не хотят, которые идут на работу. Откуда эта поговорка? Нам денег не надо, работу давай. Откуда эта поговорка? Нам денег не надо, работу давай. И опять я читаю оскорбление в свой адрес. Блондинка, это что ты понимаешь? Нет, я не уверена, что кто-то из вас там брюнетка такая умная. Я вчера сказала, что если, если в какой-то будет спич по поводу этой женщине, профессора, доктора наук, да, медицинской академии, я пойду в ее защиту. Там одна какая-то очень злобная дама имела смелость мне написать, что я безмозглая. А почему, если человек владеет украинским языком, она преподаватель, доктор наук, профессор, она со мной прошла этот путь, потому что мы с ней почти ровесницы, она на пару лет меня старше. Но так человека огнобить, за то, что она не украинка, за то, что она российскую доносила вот эти диамназы. Девочки, не переживайте, мои подружки, а мои подписчицы, надеюсь, все понимают. Скажите мне, напишите мне, вот то, что я вам рассказала. Я сто процентов уверена, что вы напишите, что вы проходили тот же путь. Просто, знаете, есть нюансы. Какие нюансы? Вышла удачно замуж. Получила блестящее, хорошее образование. Была полная семья. Был в семье достаток. Люди как-то смогли. А сколько людей не смогло? Я с простой семьи. Иммигрант, иммигрантки, бабуси. И, кстати, моя бабушка, не предав, вчера одна женщина, ты поплюжишь Украину, твоя бабушка приехала из Польши, запоплюжила свою страну. Моя бабушка убегала от войны. Моя бабушка раненого своего мужа, Толика, выходила. У него было трое детей, потому что человек погиб на войне. И мой дед взял эту полячку, бабусь, с тремя деточками замеж и щедро их народила. Якце я поплюжу. Якце я поплюжу. Кто-то вышел замуж, кто-то... Вот посмотрите, какие вот есть, зачем далеко ходить. Вы посмотрите, вот есть люди без родины, без знамени. Дмитровские вот эти вот артисты, которые, вся семья их, которые снимают видео. Вы посмотрите, люди идут на пролом. Вообще, обесценивают всех и вся. Гроши, гроши, гроши. Я... Вот мы не с такой семьей. Нет, друженики. Корова, свиньи выросли, да, забыли гроши, клубнику выросли, гроши. Такого не было, чтоб десь все... У меня все в роду учителя, преподаватели. Бабуся моя, так, да, так склалося. Вона тоже вчителька, так склалося. Дедочок народжувала, женки, души злее, женки. Но она их... Вы знаете, она их оправдывала, знаете, чем? После войны очень много вдов. Очень много вдов, мужчин не было. Ну, отсюда все, вы понимаете, последствия. Дедушка был очень востребованный мужчина. но это... Не будем об этом. Они сами разбирались в этом все. Так что, мне кажется, кто еще тяжелее прошел путь, кто в 90-е потерял своих близких, да, кто все потерял. Как-то люди живут, и вот нам сейчас такая участь... Вы понимаете, почему я говорю не за молодежь, не за поколение, будущее. Вот именно поколение, потому что мы с вами более-менее... У нас плюс-минус 10 лет, да. А те, кто молоденькие, послушайте, вам же, наверное, родители рассказывали, да, как они жили в 90-х. Очень тяжело. Очень тяжело. Это, знаете, так без игры, без каких-то оскорблений так мы жили. Сейчас ненависть, злоба. Ты знаете, вот что я хочу сказать. Когда погибают твои близкие, не важно, то ли от выстрелов упор, то ли от попадания ракеты, сложно оставаться человеком, сложно оставаться людиной. Ту же Вашку в себе сохранить что-то человеческое. И всех людей можно понять. Ладно, мои друзья, это... Господи, хоть бери и перекрашивайся в черный цвет, понимаете? Почему я думаю, что у благородинок нет в Москву? Ну, мне же жизнь прожита. И запрещаем есть какой-то опыт. Я даже знаю, что будет дальше. и вы все знаете, что будет дальше. Но об этом давайте промолчим, что будет дальше. А все понимаем, мы все прекрасно понимаем, что будет дальше. Все, всемирно. Пока. Буду стараться как-то нести вам позитив. Но я хочу просто, понимаете, быть услышанной. Я очень хочу быть услышанной. Пока, друзья.